Встреча с Брестом Встреча с Брестом Встреча с Брестом Встреча с Брестом Ситуация вышла из-под контроля Запахи и шум стали усиливаться Остатки пищи, которой прохожие Подкармливали животных, засоряли Придомовую территорию От умиления жильцы перешли к жалобам Под окнами, конечно, это ненормально Потому что запах стоит И все это слышат, когда мимо идешь Потом последний аргумент Мол, животные радуют детей Стал стремительно слабеть Сначала пропал гусь, потом серый кролик Которому прохожие даже имя успели дать Кузя Ну, был здесь еще один кролик Его съели, наверное, на Новый год Стало очевидно, животных выращивают здесь От большой, но довольно специфической любви Условия содержания Еще одно тому подтверждение В клетках нет воды и элементарной подстилки Не стали бы показывать В таких условиях своему ребенку Потом ребенку придется объяснять, что животным Для каких целей животных держат здесь Дверь указанной квартиры открыла девушка Но представилась приходящей няней Хотя соседи подтвердили Она живет здесь постоянно И даже охарактеризовали Как очень хозяйственную Я ничего сказать не могу У меня плачет ребенок Хозяина сейчас нет Я здесь на пару часов только Послежу за ребенком Никакой информации питать не могу Комментариев от владельцев питомника Получить не удалось Мы обратились за разъяснениями В Госжилнадзор Придомовая территория Входит в состав общего имущества И ее использование должно предполагать Равные права для всех жильцов дома То есть если мы говорим о питомнике Либо должно быть решение Общего собрания собственников По данному вопросу Либо мы говорим, что его нет Если его нет, управляющая В рамках эксплуатационного контроля Должна совершать надлежащее мероприятие По ведению претензионной работы Другими словами Разбираться должна управляющая компания Она находится буквально через два дома Поэтому инспекторы ситуации знакомы Говорят, раньше жильцы не жаловались А на обращение от 4 февраля Уже отреагировали Хозяину квартиры выдали предписание Убрать животных с придомовой территории Такую же бумагу По этому адресу Уже приносили полгода назад Ему выдавалось предписание Когда человек завел себе козла И сразу же ему дали предписание Он этого козла увез в деревню После этого он решил завезти кроликов Это животное, это инфекция На предмовой территории не должно быть животных Ни ограждения, ни клеток А не санитарийное состояние от животного То есть это фекалия, это еда Это шум для населения Это предмовая территория Мы его обяжем убрать в клетки Снять ограждение И привести в порядок свою придомовую территорию Спустя всего два часа Вместе с представителем управляющей компании Мы еще раз вернулись к питомнику Кролика в клетке уже не было Как и других животных А у входа мы снова встретили девушку Открывшую дверь в 47-ю квартиру Это у вас кролик? Нет А вы открывали? Кому? Кому вы открывали дверь? 47-я квартира Наверное, вам Животных вывезли Теперь, согласно предписанию Хозяин должен разобрать незаконные постройки В случае, если этого не произойдет Управляющая компания Вправе решить вопрос самостоятельно Колобова, 15 Еще один адрес Где на протяжении почти 10 лет Прямо вдоль тротуара в клетке содержали кур Сейчас, по словам соседей, жильцы съехали на дачу Туда же забрали своих питомцев Но курятник пока разбирать не стали Эти два места в Гагаринском районе Всего лишь частные случаи Так называемых городских фермеров В Севастополе хватает Но в отличие от предыдущих лет Теперь контролирующие структуры Стали бдительнее Впрочем, как и сами жители Яна Бех, Алексей Дмитриев, Михаил Волобуев, Александр Тарасенко Новости Севастополя